всем привет это второй выпуск первого потока реалити-шоу строй бизнес предыдущем выпуске мы поставили с ребятами цели и сейчас давайте посмотрим каким результатом они пришли за одну неделю нанят ассистенты и даже получается целых три сейчас у них заказано у всех трех презентации кто из них лучше презентацию сделает дело на группах телеграме далее размещенные объявления это авито юлайс суджо яндекс услуги и многое другое а третья проанализировал конкурентов по гирляндам и понял что в принципе в рынке если брать вообще общей цене кто даже не жен потому что чуть поменьше запрашиваю свою маржу за гирлянды то есть несколько образцов лампочек различных от самых бюджетных до хорошего элитного сегмента он сейчас занимаемся тем что делал маленький образец чтобы показывать клиентам какие вообще лампочки есть и что можно выбрать помимо обычных китайских гирлянд для проекта просчитываем и выбираем плиточку по дизайн проекту такие вот варианты плитки и делаем коммерческое продолжение я поговорил с нашим инженером у него сейчас есть в работе несколько проектов он дал нам попробовать на просчет один проект на электрику отправлено сергею цели и задачи по этому проекту сергей просчитал отправил смету мы это собственно отправили инженеру ждем пока результата надеюсь может быть попробуем взаимодействовать вот смотрим на два разных решения задач своих ячислав второй участник он за неделю нашел трех ассистентов запустил новый проект успел уже найти объекты и реализовать их пока одна занимается самодеятельностью не получает результатов в этот момент другой участник выполняет именно те рекомендации которые мы даем и получает результатов поэтому самодеятельность хорошему никогда не приводит я показываю только интересные видео учета поэтому сейчас мы перейдем к оффлайн участникам после первой встречи и реальти-шоу были поставлены задачи найти ассистента с которой я не справился сделал заявки в группу строительную в телеграме сделал объявление в авито пока результатов никаких не дало думаю надо расширять еще четыре сделать на каждый район плохо сергей а как ты оцениваешь свои результаты на троечку раз фокус полнейший не знаешь за что хвататься куда идти свои тысячи задачи всплывают едешь на объект ну вот и что получилось прошла неделя ни хрена не выполнена задача не выполнена нету результатов но сегодня всем пиздюлей вставлю потому что даже не выполнен простые задания сказано делай то что говорят они какой-то хренью занимаются за прошедшую неделю заметила некоторые нюансы которые я думаю мимо очень помогут во первых ассистенты могут даже улучшить задачу я дала задачу своему новому дизайнеру и ассистенту они сами распаковали это очень классно и перед и сделали свое предложение то как могут они сами сделать я своей стенки дала такую задачу посмотреть ей написала свои задачи на следующую неделю и попросила ее от сеять те которые ее в ее компетенции она самостоятельно выбрала эти задачи и проявляет инициативу тоже очень очень важный момент когда мы на прошлой неделе встречались я я узнала что у нас будет наставники у нас будут эксперты которые нам будут помогать я почувствовал очень хорошую поддержку и есть если есть команда которая знает что делать если я это понимаю то прям зажигает зажигает и хочется двигаться дальше было очень много энергии на этой неделе ну вот смотрим тоже второй случай много деятельности а результаты тоже же нету поэтому я решил дать информацию по достижению цели потому что ребята не совсем понимают что цель это результат они путаю свои фантазии и эмоции с фактом после этого участники поставили себе корректные цели на неделю и на весь курс моя цель на неделю закрыть 6 заявок по электромонтажу со средним чеком 100 тысяч рублей . 300 тысяч числа доходом . b 900 тысяч числа дохода то есть три раза увеличение награда macbook pro показания отдам машину монтажнику воле у си 90 15 года полтора миллиона рублей цели на 40 дней которые мы будем ввести в шоу это упаковка продукта взять новых работников у меня у меня в планах 10 каналов причем среди них яндекс дзена мне интересно очень этот инструмент далее в команду взять трех прорабов двух трех дизайнеров и на перспективу руководителя также smm специалист оборот это я тоже ставила цели в деньгах минимум четыре проекты три четыре проекта в среднем полу 100 квадратов это выходит около миллиона рублей и но естественно по заказу меня сейчас есть уже три запроса нужно их просто доработать и также заняться следующими запросами за невыполнение своего плана я мою подъезд в своем доме за выполнение каждой неделе в конце недели я иду в спа а за выполнение всего плана я еду в отпуск на неделю и так значит цель на проект получить минимум четыре заказа минимум по 250 тысяч то есть это миллион чтобы чистая прибыль была от 250 тысяч цена слова но если не реализую гордко подстригусь есть реализую куплю себе для работы macbook pro . 0 в этой сфере поэтому корректные цели поставлена давайте сейчас посмотрим как будут выполняться задачи на этой неделе добрый день сегодня замечательный солнечный снежный день приехала барвиху привезла образцы спанской клеточки для согласования надеюсь выиграем этот тендер и получим хороший заказ вот смотрите правильно поставленные цели сразу меняют ход результатов цель поставил и все работает больше ну вот серега получается результаты главное действие сейчас давайте посмотрим на наших онлайн участников какие у них достижения покупку я сделал очень выгодно скажем так на 50 процентов как минимум дешевле рыночной стоимости всем спасибо кто мне помог в этом то участвовал в этом благодарю вас приехал на объект вот эти вот три желтых дома под штукатурку смотрю соседний дом строится тоже зашел к ребятам спросил хозяин прямо через минуту подъехал договорились о штукатурке всем привет собеседование провел с ассистентом сегодня мы с ним договорились будем работать замеры на одном объекте выполнены на втором запланированном на следующую неделю взял работу новый объект сегодня правда не комплексный ремонт плиточные работы сантехнические немножко электрика ну по большей части тут работаем хватит мастеру пока все получается гладко но сложности также у ребят есть я не взяла предоплату у одного из своих партнеров он являлся посредником получал деньги от заказчика он я уже после выполнения должна была получить эти деньги но по определенным причинам эти деньги ушли не как они ко мне они не на оплату работников моих и мою работу проект не должен застаиваться да он не должен останавливаться я приняла решение взять деньги из других проектов чтобы продолжить вот вот этот проект три квартиры после этого начались проблемы и проблемы не маленькие то есть мне каждый раз приходилось чтобы закрывать следующий проект мне приходилось брать еще 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 проекты увеличивается количество проектов уменьшается возможность быстро их выполнять естественно постоянно затыки и деньги так до сих пор и не изъяты очень очень важно деньги оставлять для проекта до конца только потом они могут считаться вашими только в этом случае ну что я вышла хотела с хедлайнером единственный вариант как можно выйти и получать отсюда заказы это с менеджерами то есть те ребята которые молодые которые продают квартиры менеджеры значит они могут клиентам предлагать услуги ремонт за процент ну получая процент от сделки ну поэтому что я сделала я дала наши визитки наши листовки менеджер который мне показывал квартиры ну в общем то пока только так да результаты есть но можно еще получить больше результатов поэтому следующей неделе я сделаю визбучку и подписывайтесь чтобы посмотреть что дальше будет